Включаю камеру. Дорогие друзья, те, кто смотрит нас в записи, сейчас мы начинаем вебинар-встречу с одним из известных википедистов Сергеем Рублевым. И называется наша встреча «Википедия в обучении. Как ее надо и как не надо использовать». И прежде чем я приглашу Сергея в нашу виртуальную студию, хотел бы попросить вас поставить лайк нашей записи. Чем больше лайков у этой записи, тем больше она увидит следующих просмотров и тем больше людей ознакомятся с этой интересной темой. Так что, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну а теперь я приглашаю в эфир Сергея. Сергей, прошу. Здравствуйте, меня слышно, видно? Слышно? Да, Сергей, тебя прекрасно видно. Только похоже у тебя работает не тот микрофон, который обеспечивает у нас отсутствие эхо. Я введу, так, записываю еще устройство. А у меня он один, у меня один. Алло. Да, пожалуйста, пощелкай по микрофону, который у тебя. Вот, вот так вот. Да. А, вроде нормально. Вот это похоже. А, вроде нормально, ну хорошо. Только... Да. Только... А звук у тебя на наушнике идет? У меня нет другого устройства записывающего. Он у меня один пока. Понятно, почему-то у нас идет эхо. Это немножко расстраивает. Система показывает только одну записывающую устройство. Зайди, пожалуйста, в мои настройки прямо сейчас. Так, это где? Здесь. Наверху над нами. Так. Микрофон и звук. Микрофон и звук. Один, один. И галочку там, где стоит эхоподавление. Так. Так, поставил. Громкость микрофона вот тут. Поставил? Не надо? Раз, два, я тебя слышу. Раз, два, три. Все, эхо пропало, это хорошо. Как нас слышно, коллеги, подскажите. Что я наушнику называю? Да, но мы не будем скрывать, что мы с Сергеем давно друг друга знаем, поэтому будем называть друг друга на «ты». Пусть это вас не вводит в заблуждение. Сергей, сейчас я дам тебе слово, а пока хотел бы еще пару слов сказать и показать. Так, меня хорошо. Сергей, чуть-чуть погромче микрофончик сделай. Нет, регулировочкой вот так, наверху, в центре есть регулировочка. Либо в моих настройках, либо прямо по центру, вот над изображением, над красным изображением. О, вот, только не так сильно. Не надо максимумом, процентов 70. Ну, мне-то нормально, но, наверное, да. Нет, 59 мало, где-то 70-75 надо. Да, вот так получше. Друзья мои, перед тем, как мы начнем с Сергеем беседовать, я хотел бы вкратце, я специально для вас разместил презентацию, которую можно скачать, и которая описывает историю наших отношений с Википедией. Она уже достаточно обширна. Вы можете посмотреть все эти вебинары, которые у нас прошли, вы можете посмотреть в записи. Я займу буквально еще 3 минуты. Итак, что у нас было посвященное Википедии? Ну, я хотел бы отметить, что Директ Академии у нас лауреат Википремии в номинации «Свободные знания», и это нас чрезвычайно радует. Ну, а что касается тех вебинаров, которые у нас были, то они следующие. Начали мы еще в, ну, почти 4 года назад, нет, 3 года назад, прошу прощения, в сезоне 17-18 годов, и в этом году у нас были вебинары, Софья Богдасарова и два вебинара, «Как Википедия хранит старинные книги», «Википедия как книга хранилища». Да, София, это были прекрасные вебинары. Дальше был вебинар «Википедия и ложь. Как определить, что в Википедии ошибочная информация». Сегодня мы, наверное, тоже будем об этом немножко говорить. 22 марта 2018 года у нас был исполнительный директор Wikimedia.ru Станислав Козловский с общим таким вебинаром, который назывался «Википедия, как она устроена и работает». 10 апреля того же года у нас был Александр Наумов, ректор Костромского государственного университета и активный википедист, и он у него... Если он до этого додумался, потому что он, если он до этого додумался, самый лучший и самый уменьшительный. Потому что википедист. Вот. И его, да, и его вебинар был в Википедии в университете. Ну и в следующем сезоне у нас были другие люди, у нас был Андрей Крыжановский. Он рассказывал о Викиверситете, бесплатной образовательной платформе для преподавателей и студентов. Далее у нас был Павел Каганер, Википедия «Работа над ошибками». Если вы видите, везде есть ссылки на записи, так что можете их использовать. После этого у нас было два вебинара, которые вела Анна Бирюкова, тоже активная википедистка с очень хорошим методически поставленной информацией о Википедии. Был вебинар Википедия об организации, как избежать типичных ошибок, в частности, как писать про ВУЗ в Википедии. Был вебинар Википедия как профессиональный навык, преимущества и лайфхаки. Мы еще собирались с Анной провести вебинар про Википедию и науку, но немножко не срослось. Ну, зато в следующем сезоне у нас... Нет, в том же самом сезоне у нас еще был один из активнейших участников Википедии Дмитрий Рожков. И его вебинар был «Секреты конкурса в Википедии. Как участвовать и выигрывать призы, рекомендации для библиотек и ВУЗов». Ну и, наконец, в прошлом сезоне у нас было два вебинара. Алина Вазная и ее был вебинар «Свободный контент на Викискладе для преподавателей и библиотекаря. Ищем, используем, пополняем». Ну и, наконец, в мае месяце у нас вновь выступил Станислав Козловский. И у него был вебинар «Википедия снаружи и изнутри. Как она устроена и работает». Ну и в этом сезоне, в сезоне 2020-2021 годов, у нас пока первый Вики-вебинар. Встречаемся мы сегодня с Сергеем Рублевым, википедистом с 15-летним стажем, администратором Вики-новостей и автором публикаций Википедии в СМИ. Также экс-вики-секретарем губернатора Свердловской области. Вот, и сегодня мы будем общаться. У нас будет не вебинар, а что-то вроде интервью. Для начала я хотел бы дать просто слово Сергею для того, чтобы он сделал некое вводное вступление, а после этого начну задавать вопросы. Сергей, минут на 5-10 то, что ты хочешь сказать стране и миру. Если говорить о том, что Википедию нужно использовать в обучении, в образовании, мы увидим, как Википедия и так это делает. Википедия выполняет свою образовательную функцию вне зависимости от того, занимается ли ей кто-то в системе народного образования или не занимается, потому что дети все равно туда идут. Дети все равно это все читают. и как бы это неизбежность, это необходимость, и как бы вы не можете отказаться от этого, вы не можете это запретить. Вам нужно с этим, так сказать, мириться. С тем, что существует Википедия и что дети ее читают. Дети ее читают, все они... И как бы это уже... Да даже те, кто ее отрицает, там это плохо к ней относится, к этой Википедии все равно так или иначе, да, ходят туда с некоторой степени регулярности, потому что поисковые системы, если вы об этом не знали, чтобы вы знали, а поисковые системы Яндекса и Гугл очень высоко ранжируют Википедию в своей выдаче поисковых вот этих запросов, и дети, которые набирают в Яндексе те вещи, которые их детей интересуют, они, значит, набирают эти запросы в Яндексе или в Гугле, да, ну вот-вот, в Яндексе даже, вот, и не только дети. Да, вот, я вижу, ага, чат вижу, спасибо, спасибо за комментарии, я, может быть, не всегда смогу на них смотреть, но мне обещал помочь Павел тем, чтобы за этим чатом следить и задавать мне самые интересные оттуда вопросы, да, и, может быть, я... Чтобы я, у меня глаза не разбегались, вот. Значит, и Википедия, Википедия в выдаче стоит вверху поисковых систем, например, Яндекса и Гугла, люди, которые что-нибудь хотят узнать, набирают, в зависимости от поисковых запросов, им поисковые системы выдают эту Википедию наверху, и, а Википедия это то, что пишем все мы с вами, я пишу, ну, вот, Павел пишет, и все вы тоже можете этим заниматься. Значит, я, как бы, рассматриваю Википедию как общественное движение, я считаю, что это должно быть делом всех людей, в этом должны участвовать все, ну, как бы, как, должны, не должны, да, ну, никто никому ничего у нас не должен, когда мы говорим о тех, если я не на работе, а когда на работе, то кто-то что-нибудь кому-нибудь еще и должен, да, ну, вот, и если, это, значит, как бы, я рассматриваю Википедию как общественное движение, которое приносит пользу человечеству, мы все, участвуя Википедии, в ее написании и создании, и даже в чтении мы все занимаемся общественно полезным делом, мы приносим, улучшаем наш с вами мир, в котором мы живем, мы способствуем, как бы, просвещению, формированию, образованию и, значит, воспитанию детей и взрослых. Мы во всем этом участвуем, и, значит, как бы, и туда-туда ведут все дороги, в Википедии ведут все дороги, на все вопросы, вот, кто такой Путин там, кто такой, там, какой-нибудь, Касьянов там, Медведев, еще кто-нибудь, Греф там, Герман Оскарович, да, вот, если вы пойдете в Википедию, то вы там увидите подробную биографию Германа Оскаровича Грефа, и ни на каком другом сайте неинтересно уже читать про его биографию, чтобы узнать, какой, да, там, какой-нибудь, любого человека возьмем, который обладает, так называемой, значимостью, то есть, зрение Википедии, про это можно отдельно разговаривать, и это потом отдельно можно обсудить, что такое значимость, какие люди в Википедию попадают, какие не попадают, кто это решает, как это, как это решается, это все вопросы, которые, если кто хочет об этом узнать, можно спрашивать, только, да, Павел будет спрашивать, вот, и, таким образом, Википедия, это зеркало, зеркало, как это я назову, зеркало мира, да, это отражение нашей действительности, нашей реальности, того, во что, и кривое, оно кривое, оно кривое, и чем больше людей будут над ней работать, тем более, тем менее кривое оно будет, вот, и поэтому это очень важно, в этом участвовать, ну, тому, кто, у кого есть желание, и это все всегда, очень добро, да, это занятие добровольное, непринудительное, да, никто никого никуда не гонит, работать в Википедии можно и нужно, чтобы было комфортно человеку, сколько объемы, время, сколько человек сам может это решать для себя, да, так бы, вплоть до нуля, да, ничего не делать, а можно очень много делать, вот, и, как бы, но занимаясь этим, мы приносим пользу всем, всем людям в мире вообще, это, вот, даже исследования научные уже, это, это уже, это не то, что я, мои фантазии, это, это были мои фантазии, а потом они получили научное подтверждение, исследования разные, до которых еще не дошла, к сожалению, почти только начинает доходить, российская наука, академическая, вот, в частности, Станислав Козловский, да, исполнительный директор Вики, и некоммерческого партнерства Вики Медиа Ру, который, ты назвал, да, он исполнительный директор, он, кто он у нас, кандидат психологических наук, который на психологическом факультете МГУ, Московского университета, да, и он исследует, изучает, проводит исследования, недавно он тут нам показал штук десять, нет, восемь, что ли, уже готовых исследований, которые они там на психфаке проводили, вот, изучающие википедистов, и какие из этого, такого социологического, психологического, культурологического плана исследования, которые уже, вот, так вот, на Западе это все уже ушло далеко вперед, и на Западе уже все понимают, насколько википедия, насколько, насколько важна, насколько важна, насколько важна, и как она полезна, и в том числе для науки она полезна, и в том числе она полезна для всего, для всех, все люди ее читают, все люди, даже те, которые ругаются, у нее все равно ее читают, все люди читают, аудитория википедии исчисляется в сумме, ну, в глобальном масштабе, исчисляется миллиардами человек, сколько у нас, семь миллиардов людей, на земле, лишним с половиной там. Из них почти все, миллиардов шесть там знают, что такое Википедия, там бывают, ее читают. Вот с этих позиций я рекомендую всем рассматривать этот вопрос. Сергей, поглядывай, пожалуйста, в чат, там такие очень текущие вопросы, которые я отдельно не буду задавать. Станислав Козловский, который у нас был два раза на этом вебинаре, здесь, на этой площадке, да, 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 исполнитель и директор Википедия. Можно обратиться к нему за ссылками, я могу их даже куда-нибудь прислать, ну, в смысле, я сейчас, я пока буду, это долго будет, пока я буду исследовать, на русском. Коллеги, ну что ж, давайте начнем наш сеанс с разоблачением, да, как говорится. Я сегодня буду выполнять функции адвоката-дьявола, то есть буду задавать вопросы такие, которые неудобны и, может быть, в очень неприятной форме для Википедии и википедистов. И, надеюсь, что Сергей будет эти вопросы парировать, вот, ну, а если нет, то, значит, ну, так, значит, получится. Сергей, я по профессии журналист, учился на факультете журналистики Московского университета, того самого, где вот Станислав психологом работает, вот, и я привык к неудобным вопросам, вот это все для меня, это все легко, могу. Хорошо. Да, я хотел бы поблагодарить Владимира Перепелицу, который поддерживает нас в чате, спасибо большое за то, что вы даете дополнительную информацию. Итак, у меня первый вопрос. Вопрос утверждения. Википедия недостоверна. Как же можно ее предлагать ученикам и студентам? Во-первых, все, может быть, помнят, а может быть, не все, значит, когда этот вопрос дошел до высшего лица должностного нашего государства, Владимира Путина, да, в какой-то момент, в какой-то момент он слово Википедия устно произнес свои устные речи, и это было курьезным и таким смешным образом, потому что мы все знаем, он нас в этом хорошо убедил, Путин, в том, что он интернетом, значит, не пользуется, да, он у нас интернетом не пользуется, что такое интернет, не знает, он говорит, и не имеет, приносят на бумагах эти деференты, доклады, кто в государстве работал, кто знает, какое. А, да, я еще, помимо того, что я журналист, я забыл сказать, что я работал, вот, Павел говорил, в Википедии секретарем губернатора Свердловской области, в государстве, значит, в аппарате администрации, значит, того самого, губернатора Свердловской области, я работал, года два, и именно занимался именно тем, что вот решал вопросы, связанные с Википедией, которые возникают у государства. У государства очень много вопросов к Википедии. У системы образования, которые являются частью государственной системы, тоже очень много вопросов к этих разных Википедии. И, в частности, я, вот, был одним из тех, кто, 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 кто занимался этими вопросами, и, ну, а вопрос там был какой? Вопрос там был, так, ладно, это я сейчас отвлекся. Значит, что, недостоверная Википедия? Конечно, а, про Путина я говорил. Значит, про Путина. Путин говорит, что Википедию, Википедию нужно заменить. Да, он сказал, он сказал, вот, когда ему этот вопрос задали кто-то, и он сказал, что, типа, Википедию заменить в системе образования, вот, он сам не понял, что он сказал, в Википедии, конечно же, официально никакой Википедии в системе образования быть не может, разумеется. Это частная контора, она не частная, она американское юридическое лицо, значит, наполняют ее добровольцы, всякие люди, которые вообще там, что попало, могут писать и делать. Никак, она никак не может быть, никак не может быть официально документирована с точки зрения, вот, государственного образовательного процесса, никак. И, а Путин сказал заменить. Он так сказал, как будто, вот, уже она есть, и, типа, ее они будут менять на большую российскую энциклопедию. Вот, он просто не понял, что он сказал, по бумажке прочитал, и, вот, значит, очень, это такая интересная очень вещь, насколько люди не могут ориентироваться в этом, и насколько люди, вот, вроде все умные, да, у всех высшее образование там какое-то. Вот, все такие, прям, все такие соображают, значит, на Микини там никого не проведешь и так далее. А когда дело касается Википедии, я, когда вот ей начинал заниматься, мне показалось, это же так просто, это же элементарно, вот, чтобы в нее что-то писать и в ней участвовать. Это же очень просто, там, ну, Вики-разметку надо чуть-чуть освоить, это она несложная. Вот, оказалось, оказалось, я наивно думал, веря в человечество, что 95% людей не могут этим нормально заниматься. А Соня Багдасарова, которая была здесь на вебинаре, заявляет, что 98% людей не могут это дело, вот, осваивать. Ну, быть редакторами, да, быть участниками сообщества. Вот, вот, и нужно, я считаю, что нужно работать над тем, чтобы этот процент снижался, чтобы было 98, 97, 95, 94, там, 96, 91. Вот, и, как бы, конечно же, Википедия недостоверная, но, если в ней есть ошибки, а они в ней есть, в том числе, они могут, там, появляться в результате злонамеренных, откровенно, враждебных, там, провокационных действий, это надо, это можно и нужно решать эти проблемы, это решать эти проблемы действия, делом, пойти и поднять этот вопрос, то есть, если где-то кто-то нашел в Википедии плохое место, значит, надо идти и разбираться с этим, и чтобы, и таким образом, эта проблема будет решена не только для того, кто эту проблему поднял, а вообще для всех людей, вот, вот она недостоверность этой Википедии. Конечно же, нужно с умом, и, так сказать, подходить к вопросу того, что там, я говорю, дети все равно будут ее читать, дети вот телефонами ходят, и сбивают там запросы поисковые, и, там, вот, и, как бы, если где-то, она действительно недостоверна, конечно же, система образования, она, Википедия не является заменой, да, в системе образования есть регламент, да, есть документальные всякие разные инструкции, по которым нужно действовать, государством организованное, да, и, как бы, и в Википедии там никакой просто не может быть, это, там никакой ответственности ни за что нести нельзя. Но, но, и поэтому, вот, и в частности, когда этим вопросом будет кто-то заниматься в системе образования, то, как бы, это развивает аналитические способности человека, и того, и даже, и учителя, и, в том числе, занимаясь этим, и учитель будет становиться лучше и умнее, преподаватель, и его школьники, студенты тоже будут становиться лучше и умнее, потому что аналитическое мышление Википедия очень сильно развивает. И, как бы, когда ты участвуешь в Википедии, ты очень умный становишься, все знаешь в результате, как бы, вот. Вот, и это еще хорошая вещь для того, чтобы время проводить, хобби, это как хобби можно рассматривать, да, вот, оно вот со всех сторон, со всех сторон хорошая вещь. Кроме тех проблемных случаев, когда проблемы возникают, и их надо решать. Вот вы видите, если вы увидели что-то плохое в Википедии, так вы не ругайтесь, в смысле, ну, можете, вы, наоборот, ругайтесь, ругайтесь, но идите и найдите способ, обратитесь вот к Павлу, там, ко мне можно, к Википедистам ко всем, значит, самостоятельно попробуйте эту самую, эту проблему решить, и когда вы в Википедии что-то видите плохое, неправильное, идите, поднимайте этот вопрос и решайте его. Это очень важно и нужно, в этом Википедия нуждается в людях. Чем больше там было бы людей, вот, пока 98% оказывается не способны к этому, но чем больше этих людей, тем лучше. И чем качественнее будет Википедия, и об этом можно судить, если сравнить, например, русскую Википедию и английскую. В английской Википедии сколько статей? 6 миллионов, никогда, никогда в истории человечества, Википедия это самый большой, чтобы вот, это важно понимать, да, 6 миллионов 216 тысяч 726 статей в английской Википедии, да, потому что в русской Википедии, соответственно, мы, вот, 6 миллионов 6200 в английской статей, значит, в русской Википедии мы сейчас посмотрим, сколько статей на данный момент, 1 миллион 6288 статей, вот, никогда... А, так, у меня следующий вопрос. В Википедию пишет, кто хочет и когда хочет, как можно ей доверять? Вот я уже объяснил. Значит, а как можно доверять людям на улице? А как можно доверять государству, милиции, полиции, там, этой самой... Ну, есть разные виды доверия, да, одно дело, когда это просто для себя, а когда это что-то решает, да, вот, например, я хочу пойти и полечить человека, например, да, заглянул о каком-то лекарстве, а там неправильно... А, на каждой странице... Но обучение это тоже важная вещь, не только ведение медицинской... На каждой вообще, абсолютно, на любой странице Википедии есть страница, она называется «Отказ от ответственности», внизу, вот, если на любую страницу, в том-то и дело, что никто ни за что, конечно же, не отвечает. Вот все должны полагаться на себя, на свой разум, на свое мышление. И, как бы, если там на вас лежит ответ... лежит ответственность за воспитание и обучение, там, детей, вы ее несете, и вы, как бы, надо посмотреть, что вы делаете. Вот, и детей, так сказать, оберегать в рамках своих помощников. Ну, то есть, да, 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 конечно, никакой не может быть Википедии в образовании официально. Это только вот для... Если вы хотите, чтобы у вас дети были умные, если вы в этом заинтересованы, если вас это не заинтересованы, то можете этим не заниматься. Да, да, это вообще никак не обязательно, просто по факту, говорю, по факту. По факту все идут, да. Сергей, у меня следующее острое заявление. Я тут вспомнил фразу капитана Жеглова. «Странный вы народ блатные, как собаки-жучки». «Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые». «Анонимность, анонимность, анонимность». «Википедисты анонимны, как можно им доверять?» Я... Она куда-то ушла, я вам потом ее покажу. Это Вики-собака, это, как бы, часть. Не то, что вот я вам покажу, расскажу про то, как я ее википедии на процессе использую собаку, домашнее животное. У нее есть элемент Вики-данных, категория на Вики-складе, категория Вики-новостях. И она у нас это самое. Вот, просто она отошла, куда я вам ее как-нибудь покажу. Значит, анонимность базовая и важнейшее свойство этой википедии. Можно ее там... Я, например, как бы мне нечего скрывать от народа, от людей. Я, значит, не стесняюсь называть себя по имени и фамилии, но есть люди, которые стесняются, значит, есть люди, которые не хотят там ни фотографию показывать, ни имя свое настоящее называть. И это один из столпов, это один из фундаментальных принципов, на которые википедии работают. Можно работать анонимно. И это одна из опасностей, но и одно из достоинств. Значит, и другое важная идеологическая установка в Википедии, что там рекламы нет, да? Вот, потому что она могла бы зарабатывать много денег, если бы на рекламу показывала. Но это принципиальная вещь, принципиальная позиция тех, кто это придумал. Есть такие люди, и которые это поддерживают, что там нет рекламы. А то бы вы могли бы на каждой странице википедии кучу баннеров видеть, всяких разных, а вы их не видите, потому что это гуманитарная ценность, считается такая, которая, значит, общечеловеческая гуманитарная ценность, и зарабатывать рекламой там считается неприлично, зазорно, и нельзя, и плохо. И попытки ее туда рекламу прикрутить, все жестко притекаются, а они есть, и много. Ну, хорошо, про рекламу это особый разговор. Ты не своди к таким интересным вещам. У меня несколько практических вопросов к тебе. Википедия управляется российскими спецслужбами? Не тянут, они не тянут. Не их, не по сеньке эта шапка. Они очень хотели бы, не российские, а вообще любые спецслужбы, очень хотели бы взять это все под контроль, что-то там решать. Но в частности, если можно говорить о разных государствах, потому что очень часто, это же постоянно, разносится эта мысль по всему интернету, что типа Википедия управляется американскими спецслужбами, ЦРУ США, значит, это самое, нас, русских людей, ЦРУ США, значит, через Википедию зомбируют, программируют. Ну, это ты в следующий мой вопрос заходишь, потому что следующий вопрос звучит так, а не управляется ли она Госдепом? Ни кем не, она народом управляется. Вот это настоящая, реальная демократия, так называемая, да, где решает все народ, консенсусом, обсуждениями. И все спецслужбы только на общих правах могут там, и это и происходит, это и происходит. Они там на общих правах, в частности, российские спецслужбы, они просто, они, так вот, не тянут, они пытались, они могут все, у них потолок не такой у этих спецслужб, в частности, вот у российских, а это большая ценность, величина и явление более высокого уровня и масштаба, чем вот эта вот организация, там, ФСБ, там, или что ли. Ну, хорошо, если организации и институции не могут, может быть, могут некие организованные сообщества. На общих правах, конечно, демократия, это демократия. Я встречал два утверждения. Википедия управляется советскими, российскими либералами, то есть, как считают некоторые пятой колонны, а другие утверждают, что Википедию управляют квасные патриоты, поэтому рейки тенденцируют. С точки зрения этот вопрос существует и озвучиваются, что говорит о том, что подтверждает то, что она на самом деле вот так не управляется. То есть, если одни в ней видят одно, а другие видят ровно противоположно, это указывает на то, что разброс явлений, как бы, разница в этой ситуации настолько противоположная, что она на самом деле никем не управляется. Эти полярные мнения говорят о том, что на середине находится эта вещь. Не это самое, кто хочет. И, конечно, большое число людей, я вот об этом говорю, когда я в английской википедии считал количество статей, большое число людей приводит к большему балансу, большей взвешенности. Вы наверняка, вот кроме этих точек зрения, которые я сейчас говорил, все еще наверняка слышали такую штуку, что типа не читайте русскую википедию, читайте английскую. Вот кто на английском языке может читать. Потому что английская качественнее, больше. И вот статей там 6 миллионов, а не полтора. Типа, читайте английскую википедию, потому что она лучше. Конечно, она лучше, потому что ей занимается большее количество человек. Сильно больше. И английский язык международного общения, язык, он всемирный. Он не американскую и не британскую точку. Если вот русская википедия на русском языке, она, конечно же, с этим можно там спорить, оспаривать этот тезис, но она все-таки как бы во многом ориентирована и завязана на Россию, на Российскую Федерацию, на людей, которые живут в Российской Федерации. А английская википедия не упирается, хотя кому-то может так показаться, в Великобританию или в Соединенные Штаты Америки. Английская википедия отражает сознание мирового сообщества. Там и индусы, и китайцы, и русские, значит, это самое, и все-все-все. И татары, и башкиры. Ну вот я немножко бы не согласился. Например, я проводил такое спонтанное исследование, изучал статью «Гражданская война в Соединенных Штатах». И зашел примерно в 10 языковых разделов, изучал, изучал вопрос «Истоки гражданской войны». Так вот, в российской википедии, а также в испанской... Русской, прошу прощения, да. Да, да, я сделал ошибку. В русской википедии, в испанской википедии, частично в немецкой и еще где-то представлены точки зрения, что вопрос о рабстве не был основным вопросом «Гражданской войны». Во всех остальных разделах, включая, разумеется, английский, было принято точка зрения, что основным вопросом «Гражданской войны» и источником являлось рабство. Это достаточно существенное различие, и мне кажется, они исходят из различных идеологий, которые существуют в разных странах. Вот, не кажется ли тебе, что... Оно кривое, но зеркало. Оно отражает вот это вот то, что люди думают на этом языке, на котором википедии, это отражает. Ты можешь... Я просто хочу сказать, что английская википедия не просто лучшая, она просто иногда другая. Она иногда лучше, конечно, да. Она отражает ту самую картину мира, которую носители этого языка, ну там, не носители, а тех, кто с ним разговаривает, а так видят. Можно пойти, в любой момент можно пойти и поставить этот вопрос в английской википедии, и вот это вот им всем сказать, а там дальше начнется вопрос, насколько эффективно, и кто перетянет на себя это одеяло, каким образом, на основании чего. Википедия же на основании источников авторитетных, так называемых, базируется, да. Она сама по себе якобы ничего не утверждает, кстати, можно там поспорить, но сама по себе википедия якобы как будто ничего не утверждает. Она только ссылается на источники. Пошли с тобой завтра. А, кстати... Послезавтра, там, не знаю, будет Новый год, там, через неделю, через две, пошли с тобой в английской википедии. Ты английский знаешь? Вот, все, кто знает, пошли в английскую википедию и будем это им доказывать. Попробуем изменить, если вот ты так вот говоришь. Пошли туда и пошли, и пошли, и посмотрим, что из этого получится. Кстати, я вспомнил одну твою фразу, которая мне понравилась, и которую, может быть, здесь надо озвучить, потому что у нас пока нет комплексного такого утверждения, а оно у тебя уже проскальзывало один раз. Ты говорил как-то, что википедия – это сообщество маргиналов, которые, тем не менее, могут написать лучшую статью, чем лучшие специалисты. Нет, это не маргиналов, а анонимов. Ты в свое время... Это была фраза по... Нет, это как бы за аноним... Не маргиналов, не маргиналов, а анонимов. За анонимами может стоять кто угодно, в том числе и маргиналы, и не маргиналы, там, как бы, есть профессора, там, и академики, их мало, и чем больше разумных, вменяемых людей будет википедии, тем более разумной и вменяемой она будет в итоге. И мы можем на разнице русско-английской видеть, в чем это может проявляться. Речь шла о том, что регламент значит больше, чем личности википедии. То есть опоры на авторитетные источники не позволяет человеку, даже если он не является очень крупным специалистом, совершить какую-то, ну, совершенную такую оплошность. То есть ты либо ссылаешься на неавторитетный источник, и тебя тогда консенсусно убирают, твою точку зрения, либо ты ссылаешься на авторитетный источник, и тогда все равно, кто ты, профессор или студент. Просто эти оплошности, за что ругают википедию? За то, что вот такие вот оплошности, которые, значит, людям мозолят глаза, могут висеть там годами, там, десятилетиями, 15 лет википедии. Вот сейчас 20 будет английской, русской 15, с 2000... Нас призывают не нервничать. Не, мы просто, видимо, эмоционально обсуждаем некоторые вопросы, мы не нервничаем. Это я так разговариваю, это нормально. Это, в смысле, это я так... У меня экспрессия такая природная, это не страшно. Так, у меня следующий вопрос. Это просто я так разговариваю. Он не столько острый, сколько такой животрепещущий. Многие преподаватели пробуют писать в википедию и бросают после того, как их статьи удаляют. Это негативный опыт. Как его преодолеть? Это свое дело. Нужно вести себя. Значит, не бросать. Нет. Вот я и говорю. Значит, вот лажа в википедии, на которую люди жалуются, она может там висеть десятилетиями, годами, и эту лажу там могут сто тысяч. Значит, как бы, что важно здесь понимать, да, что в википедии сейчас активных, в русской википедии активных редакторов около тысячи. Активных. Ну, там, около тысячи человек ее пишут на русском языке, а читают ее на русском языке. Все русскоязычные люди мира, условно говоря, там, кроме даже если слепые глухие, там, шесть, там, Брайля могут читать, там, для... Много, кстати, уделяется внимания, там, с ограниченными возможностями для людей, чтобы можно было доступно информации, да. А читают все 200 миллионов, то есть мы, тысячи человек, пишут, 200 миллионов читают. Это русских. Значит, в глобальном масштабе можно тоже померить, ну, вот, вот, миллиарды читают, да, и, как бы, это настолько... Вот, и, значит, лажа висит, ее видят люди, которые эту лажу способны распознать, и вместо того, чтобы попытаться эту лажу убрать, поставить вопрос о ее починке, они кричат, они кричат на всех углах, какая википедия плохая, плохая штука. А вот ты пойди, и пойди и сделай, пойди и разберись этим. Вот, вот, и, значит, и вот лажа википедии висит, и там 100 тысяч человек ее видят и кричат. Кричат и не чинят. Вот, и не чинят. Сергей, я думаю, вопрос немножко в другое, и как раз тебе, как человеку погруженному в википедию, может быть, он недостаточно понятен. Объясню свою точку зрения. Человек приходит в википедию с академическими знаниями, сталкивается с раздебным сообществом. Сталкивается с раздебным сообществом, которое, может быть, меньше его знает, но лучше знает правила википедии. А преподаватель должен иметь, уметь, работать с людьми. Не так ли? И поэтому человек, который всю жизнь сталкивался не с коллективным авторством, а с одиночным авторством, ему очень трудно отказаться от менторского такого тона. Он очень болезненно воспринимает критику, а ведь критика в википедии – это основное. То есть, как только ты что-то написал, это может оспариваться. И уходит оттуда, считая себя обиженным уже не столько по факту, а эмоционально обиженным. Я считаю, что это одно из главных, как-то это надо преодолеть. И вот этот негативный настрой, он во многом связан с... Я не знаю, есть ли это в других википедиях, но говорят, что в российской википедии негативного настроя больше, чем... Да, да. Синдром вахтера. Слышали кто-нибудь такое правосочетание? Синдром вахтера. Нет, я не слышал. Во-первых, существует такое правосочетание, во-вторых, именно к русской википедии применяют советские люди, выросшие в СССР. Вот в такое состояние себя привели, и мы в википедии, как я уже про зеркало говорим, мы видим отражение нашего общества. Вот такое вот у нас общество, сообщество. И преподаватели воспитывают, растят новое поколение, которое должно быть лучше, которое должно измениться в лучшую сторону. А если, значит, как бы человек, когда в википедию приходит, он приносит человечеству пользу. В первую очередь своему народу, допустим, если это русский, человек по-русски пишет, он русскому народу приносит пользу. Участвует в просвещении, в образовании. Неофициально. Опять же, не может википедия официально использовать в образовании. Никаких для этого не может быть этих самых официальных документов. Хотя... Я смотрю, в чате уже такое бурление, что я не успеваю переносить вопросы во вкладку «Вопросы». Просьба, если у вас не реплика, а реальный вопрос, пишите, пожалуйста, во вкладку «Вопросы», а не «Вопросы». Мы в конце это рассмотрим. А у меня следующий вопрос. Некоторые статьи в википедии откровенно... Ну, в общем, да, мы по этому уже поговорили. А, некоторые статьи в википедии откровенные лажа. Другие вроде бы получше. Как ориентироваться? Где хорошие, где плохие статьи? Своей головой. У каждого на плечах голова. Википедия – это что? Это пособие, справочник, да? Это же не инструкция к жизни, к действию, да? Ну, Сергей, почему бы тебе не сказать, что есть хорошие статьи, есть выбранные статьи, я имею в виду... Когда человек, незнакомое понятие, слово какое-нибудь узнает, он сразу в интернет лезет, это википедия. Википедии, значит, очень важно, очень важная вещь википедии – это преамбулы к статьям, да? Очень часто, почти в большинстве, я бы сказал, в случае, мне так, ну, это мне кажется, это нельзя померить, люди дальше преамбулы не читают ничего. Люди википедию... Кто там википедию уже пошел статью читать длинную, это уже увлеченный человек и будет что-то очень интересует. А как бы самое такое базовое, поверхностное и применение этой википедии, как бы вот такое, на поверхности лежащее, это когда человеку нужно узнать что-то быстро. И поэтому он читает преамбулу и дальше не читает. Поэтому преамбулу всегда нужно писать хорошо и раскрывать в преамбуле всю тему. это очень большое искусство и, так сказать, мастерство. А вот в одном абзаце изложить суть всего вообще явления, любого, да, там. Ну, это ты про пишущих, а про читающих. Как читающих. Прямбулы читают. И надо, надо как бы, если с этой точки зрения вот подходить, что вы пишете для всех русских людей, когда вы пишете в русскую википедию, все русские люди, когда этот вопрос, если вы пишете, да, когда этот вопрос впереди мне встанет, они будут читать то, что вы написали. Всегда. В смысле, если это будет нормальный, хороший текст, хороший текст никуда не денется из википедии, если вы его хорошо напишите, изложите и обохнуете. Он никуда не денется. Это будет не лажа. Вы же умные. Это будет не лажа. Да нет, это опять же с точки зрения писателя. А с точки зрения читателя, которых на два или три порядка больше. Как определить... Ну, понятно, что своей головой. А какие приемы конкретные есть? Не верить, да. Нельзя нахлова, например, верить, кому попало. Потому что википедии кто угодно, что угодно может написать. Надо проверить... А потом подтверждение искать, проверять информацию из википедии, если она настолько критична, если она просто для общего сведения, то как бы преамбулу прочитал и молодец. Статью прочитал тоже молодец. А если ты хочешь разобраться в вопросе, ты должен, кроме википедии, сверять эту информацию, изучать по каким-то источникам, которые об этом пишут. Потому что википедия сама по себе как бы ничего не сообщает. Она компилирует источники. А можно поверить на слово? Можно быть введенным в заблуждение и долго оставаться в заблуждении, если википедию угодно. Значит, для тех, кому все-таки лениво и кто не может, не находит в себе силы туда что-то писать, на каждой странице википедии в правой колонке есть ссылка «Сообщить об ошибке». Вот. «Сообщить об ошибке» туда можно писать, нажимать на эту кнопку, на эту ссылку вот википедии вот под меню «Логотип», следующее вот это там меню, первая группа ссылок, потом идет вот параграф «Участие». Туда сообщить об ошибке и писать об ошибке. Постоянно туда люди пишут, сообщают об ошибках. Вот. Сейчас развивается новый, кажется, проект «Помощь начинающим» википедии. Сейчас там есть группа добровольцев, в частности, если кому-то нравится воспитывать и обучать других людей, детей там и подростков, и всех остальных, можно заниматься там в частности педагогикой, да, учить людей эту википедию читать и писать. Есть вот проект «Помощь начинающим», там, в частности, Аня Бирюкова, которую Павел уже вспоминал, в частности, там участвует, то есть, как бы, можно с помощью, я просто не, ну, это все можно узнать будет лучше, нажав на ссылки. Сергей, следующий вопрос. Статья в википедии не учебник. Как ее использовать в обучении, только в дополнительный материал? Если вы хотите, если вы троечника, если вы троечника воспитываете, то можно википедию не применять. Если вы хотите отличника сделать, то его википедия это способ сделать строчника отличника. Если он к этому пригоден, может, строчник, а потому что это ему не надо. Так, а теперь я хочу озвучить все вопросы. Википедия в образовании, как бы, я сказал, что не может официально ее быть, но для, она может, и успешно применяется во всем мире, самые продвинутые, самые умные преподаватели, самые крутые вообще, знают, понимают, как ее применять и написали об этом кучу этих учебных пособий. это есть, если вот в Башкирии, вот в Башкирии в Прозаводске Андрей Крижановский, который был здесь на этом вебинаре, в частности, он прям пособие написал. Можно пособие взять, скачать вот в интернете и по ним, его с ним ознакомиться. Там детально расписано, все есть, все есть, все есть. Надо только это найти и вот. А вот теперь я хотел бы задать вопрос из тех, из моего опроса в Фейсбуке. Тут вопрос скорее с подковыркой к образовательному сообществу. Что делать с тем, что Википедия подрывает основной постулат методистов школы, что взрослые не могут ошибаться, ошибаются только дети? Википедия? А авторитет на что? А на что у преподавателя это харизма, его эти качества лидерские преподаватели, разве не они должны решать этот вопрос, а не Википедия? Почему? Когда школьник поступает в обучение к преподавателю, преподаватель является авторитетом и высшим там, так сказать, существом относительно школьника, вот это, и вот, как это так? Он должен, должен. Я думаю, тут подковырка была по отношению к образовательному сообществу, связанная с тем, что вроде бы, когда мы садимся преподавать, мы считаем, что мы менторы, нас должны слушать. А Википедия говорит о другом, о том, что каждый может прийти, внести свою правку и, ну, скажем так, сравняться. Люди в Википедии все равны на основании ее законов, на которых она функционирует. Вот это, наверное, имеется в виду. Да, ну, это скорее, наверное, вопрос был бы образовательным сообществом. Член, участник сообщества Википедии, там и ребенок, и преподаватель равны. А в учебном процессе преподаватель выше ребенка стоит. А в Википедии они равны. И хотел бы еще задать вопрос от Павла Герасимова, который сегодня присутствует у нас. Полностью его воспроизведу. Вопрос самый общий. Насколько отличаются русскоязычные Википедии от англо-франко и немецкоязычной по качеству и фундаментальности. В целом, мой опыт говорит, что иностранные лучше. Однако, я уже не первую статью встречал, где наши полнее и интереснее. Причем, не только по отечественной реальности, но и по ряду международных понятий и терминов. Вообще, когда, ну, во-первых, я уже об этом много говорил сегодня. Чем больше людей, тем лучше. В английской Википедии много людей, и она поэтому сильно лучше. Вот можно даже полтора миллиона и шесть миллионов. Вот Востоков шесть раз лучше, а в Википедии шесть раз лучше. Русской, да, условно говоря, посчитаем. Потому что там больше народу. А, значит, есть статья в Википедии, может написать какой-то увлеченный человек, он одну статью напишет, и вы ее столкнетесь с ней, прочитаете, она вам понравится, а это просто одна статья. Человек, какой-то человек написал ее, который знает эту тему, и ее с удовольствием увлеченно написал, да, а уже, 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 уже следующее статью вы можете будет плохая, и этот человек никак непричастен. Это, как бы, не посчитать, не измерить, это вот как придется, как придется, и чем больше глаз, чем больше людей за этим смотрят, тем лучше, тем больше качества, да, потому что, да, испанская Википедия, вот здесь слово было произнесено, это же не Википедия Испания, это вся Латинская Америка там, значит, находится, и испанская точка зрения от латиноамериканской, это большая разница, что такое Испания, что такое, там, Гондурас и Аргентина. Вот. Португальская Википедия, она там, большей частью, бразильская, да, а не лиссамонская, да, это языковое сообщество, это народ, народ, да, вот как это, народ носитель языка. И, соответственно, вот, кроме, кроме английского языка, который является международным, как я говорил, и поэтому туда ее наполняют, вот я в нее люблю писать в английский. Отличное средство для изучения иностранных языков, значит, переводить, просто можно просто переводить. Хорошая статья. Вот, вот, кто, кому показалось, что в английской Википедии хорошая статья очень, и ему понравилась, так, а в русской Википедии статья плохая, или вообще ее нет, так вы берете, садитесь и переводите с английского языка на русский, и русская Википедия по этой же самой теме становится богаче на одну прекрасную вот эту вот статью, которая вам так понравилась в английский. Пожалуйста, немецкого можете беречь, испанского. Кстати, я хотел бы предложить более, даже щадящий режим. если вы не готовы переводить и писать полностью статьи, вы можете отдельные факты переносить из англоязычных статей, или каких-то более продвинутых в русских. Я, например, очень прекрасное средство для изучения странных языков. Я, например, часто перевожу про своих любимых персоналей какие-то данные, например, какие фильмы сняты, и так далее, в неполную русскую статью какие-то дополнительные данные. Это гораздо проще, не требует столько знаний. В итоге там на башнинском, на украинском языке появляется статья, которая очень проработанно отражается. Вот про черные дыры долго на главной странице там в 2005-х таких-то годах, там давно уже 15 лет. Будет 20 лет в Википедии 15 января. Можете присоединяться к праздникам в Википедии можно найти ссылки, где будут праздноваться. Сергей, у меня исчерпались вопросы, но у нас остались вопросы во вкладке «Вопросы». Я предлагаю тебе просто открыть эту вкладку и начать подряд участвовать. А их много очень. А мы успеем? Ну, да, ну вот, значит, такой отклик у нас сегодня. По-быстрому, значит, потому что мы исчерпали твое время. Мы уже сказали там в чате, что я не знаком с методологией образовательной конечно же, я же не преподаватель. Откуда мне быть знакомым методологией образовательной процессы? Я как человек, я как человек. Хорошо, я вас произведу. Я теряю, я теряю. Да. Ну, тут просто реплика первая, а кто отрицает википедию, это да, у нас прекрасный навигатор современный. можем близко. Я буду коротко отвечать, да? Нормально так? Да, Павел Валерьевич пишет, почему поисковые системы высоко ранжируют википедию? это правильно и они это понимают. Так и должно быть и они это делают. Поэтому они обязаны это делать и они это делают. Да, я хотел бы дополнить, что просто это мнение поисковых систем. Люди это ищут. Это частные организации, их нельзя предупредить. Это именно потому, что люди ищут именно энциклопедическую статью, они и посылают. Я говорил, научные исследования википедии, научные исследования Гарвардского университета в США, какого-то еще Массачусетского этого института и еще всякие разные там и английские и разные другие уже давно научно определили, что википедия там есть целый цикл статей в западной прессе зарубежной, а википедия это лучшая часть интернета, самое лучшее, что в интернете есть вообще это википедия, потому что там информация систематизирована, организована, интернет сам по себе это бардак помойкой там многие называют, и википедии помойкой называют, и интернет помойкой называют, вот как бы вообще сам по себе интернет хаотичен, а википедии информация структурирована, на этом специальные люди вот мы этим занимаются, и поэтому она должна стоять высоко в поисковой выдаче, потому что это так, да, вопрос про Крупскую, статья про Крупскую очень убогая, про ее действительные достижения ни слова, тупая, убогая биография, на каком языке, я знаю уже, что ты ответишь, на русском языке, и все, и будет неубогое, пожалуйста, вперед, да, я знал, что ты так ответишь, да, на какие средства существует википедия, нас должны смотреть какое-то количество википедистов, я им этот вебинар про пиарил, в разных там сообществах, у сообщества есть всякие средства общения, вот, может быть, кто-нибудь, я не знаю, я не специалист, по-крупской, не очень, я вообще не почему не специалист, я, да, призываем специалистов по-крупской срочно прийти и поправить статью, когда удобно, когда хочется, не из попалки, значит, по формам спокойно подключение, вот так. На какие средства существует википедия, рекламы там нет? Пожертвования, которые не принимаются из Российских Федераций, на американские пожертвования Google, он дает деньги, ты что-то сейчас не то говоришь, сейчас люди поймут, что ты пишешь статьи за пожертвования, за пожертвования существуют сервера, ну, в смысле, и работает все, а, в смысле, да, да, инфраструктура, инфраструктура, которая, ее не может не быть, на пожертвования содержится, так называемая, а люди, а люди, да, люди пишут бесплатно, добровольно, инфраструктура, фонд вики-медиа в Америке, в США, в Калифорнии, или Флориде, и она, по-моему, законами американскими регулирует, поэтому судиться с ней в России нет смысла, например, кто, а то, это запрещено, правилами. Как отбираются персоналии, которые попадают в вики? Большой дискуссионный вопрос, за который ведет постоянная борьба, кто достоин, кто не достоин. Каждый отдел, ну, в смысле, есть люди, безусловно, значимые, про которых, если, например, у человека звание Героя Российской Федерации или Советского Союза, или если человек заслужен народный артист, вот там начинается народный или заслуженный артист, это уже начинается там, народный, по-любому, народный артист, звание народного артиста гарантирует значимость википедии, а вот там, и вот есть люди для википедии, безусловно, значимые, такие, как Герои Российской Федерации, там, губернаторы, асионов, а есть, безусловно, незначимые для википедии люди, вот, например, я, про меня нет никакой биографической толком информации, не наработал. А про Соса, например, Тазовского есть, потому что он ученый-психолог в научной степени. А вот и так далее. Про Соню Багдасару, про Софию, которая здесь была, про нее тоже есть, потому что она культуролог с книжками, с публикациями. А между этой абсолютной значимостью и абсолютно незначимостью существует так называемая жаргония википедиста серого зона, за которую идет все время борьба и определяется это все консенсусом сообщества. И чем больше людей, тем более вменяемый консенсус этого сообщества. А пока, если людей мало, то есть склонность, что будут доминировать эти самые нестабильные люди, будут влиять на этот консенсус, есть люди, в которых там это самое, которые там, это да, важно, конечно, наверное, преподавателям тоже знать, что это же, если этим увлечься, это может быть, это может стать зависимостью, да, и от википедизма можно попасть в зависимость. И вот этого надо, надо с этим... Так, мы отвлеклись. Я думаю, что надо было сказать, что у всех статей есть критерии значимости, не только у персонали, но и у других статей. Ну, про персонали, конечно... Которым, которым там отдельно надо заниматься. Вот есть безусловная значимость, есть никакая значимость. А между ними и там вот серая зона, так называемая, за которую идут битвы, там, группы влияния в википедии, значит, всякие разные есть. Например, академическое сообщество в википедии представлено достаточно выражено, да. Так, мы уже выпились из графика, Сергей, давай покомпактнее. Википедия важна, споры нет, но как быть? Адрес википедия.org в списке строго запрещенных сайтов. Закон ФЗ 436-139-149. Не знаю, о чем идет речь, может быть, ты знаешь. Это не запрещенных, как запрещенные сайты, Роскомнадзор блокирует на территории Федерации, да. Там есть там сайты, которые Роскомнадзор на территории Федерации блокирует. И типа к ним доступа, типа не может быть у нас такое государственное регулирование интернета. Википедия, и вот, и несколько, и есть статьи, специальная страница, это ведется статистика про это, и за этим всем внимательно следят википедисты и разные другие ребята. Внимательно за этим следят. Мне кажется, что тут о чем-то другом речь. Несколько статей википедии внесены в список запрещенной информации к распространению в России, они есть там, вот. И эта страница ведется, эта статистика, и по факту википедии не запрещена. А потом и государство, значит, запретительные эти органы, значит, в мире сейчас этой ситуации не блокируют, потому что вот в Турции заблокировали, а потом разблокировали. И, как я уже сказал, википедия это более высокая материя, чем вот эти вот запрещающие организации. Следующий вопрос как раз повторяет это. Если мы пойдем по пути Китая в области развития интернета, железный занавес и так далее, будет ли существовать википедия, будут ли еще блокировки википедии? В Китае, во-первых, и китайская википедия существует, и очень много статей на китайском языке за пределами Китая, много кто говорит. Ага, вот не так давно, пару месяцев назад, она там блокируется, там с Китаем, вот именно что, там типа какие-то, она там частично блокируется, там все время это меняется, эта ситуация, вот вы идете в википедию, в русскую, а там ищите статью блокирования википедии в КНР, и специальная статья в русской википедии, посвященная этому вопросу, и там читаете, что в Китае, в КНР, в КНР вообще интернета никакого нет, у кого, да, допустим, почти, где в Турции, в Турции википедию Эрдоган заблокировал, а потом разблокировал, потому что турки должны тоже читать. Так, понятно. К сожалению, так называемый, так называемый краеведческий компонент википедии мало интересует, не совсем понимаю, что здесь, пробовали ли сделать статью, пробовали сделать статью о своей библиотеке, статью пропустили изначально, но затем закрыли. Я так понимаю, мало библиографии, не так важна страна, а небольшой библиотеки где-то там в России. Мне кажется, это тоже критерий значимости сыграл. Это идеология, да, она строится на идеологических разных базисах, и это как бы идеология, которая, это форма организации коллективной работы, и википедия это только одно из проявлений этого, потому что есть другие, так называемые, братские википроекции, да, потому что если статью о Путине, половину статьи набить цитатами, Путин не дадут, нельзя. Есть проект Викицитатник, братский проект, это фонда Викимедия, значит, ЭКУ, и именно туда идут цитаты из Путина, а из Википедии дается ссылка на этот викицитатник. Викпедия это способ коллективной работы, да, способ организации, и его можно не только в самой Википедии применять, а много где еще, это вот демократия, демократические механизмы, там вот эти, которые работают, их можно переносить в другие места, и в частности, то есть, допустим, как бы, вы можете... Ну, где можно написать о своей библиотеке? Пожалуйста. В Викиучебник есть проект Викиучебник, Викиверситет, по ним есть вот пособие, там, есть, ну, другие проекты фонда Викимедия, а вот есть, например, сегодня что-то говорили про, про что, про российскую... Значит, есть, например, другие Википроекты, которые на Викидвижке... Вики, это что? Это движок серверный, да, это не сайт Википедия, там, как бы. Википедия это справочник, который работает на движке MediaViki, на программном механизме, и его можно поставить, он по свободной лицензии, значит, бесплатно можно его скачать и поставить на сервер и делать Википедию свою, да, там, ну, вот, по тем же принципам, по тем же, значит, механизмам, значит, и есть таких сайтов, достаточное количество посвященных чему-то тематическому, вот, могу порекомендовать, не сочтите за рекламу, а это и не реклама, потому что там реклама, это когда что-то продают, я ничего не продаю, я вообще не бизнесмен, не комиссант. Русский эксперт, есть такой сайт, это вики-сайт, который посвящен патриотической точке зрения на российскую историю, и, значит, и там рассмотрены все, вот, очень хорошо, очень качественно по этим самым принципам, по которым работает Википедия, только вот с уклоном, значит, русский патриотизм там, потому что он так, ну, это, и там нет требований вот этой объективности, нейтральности, которые есть в Википедии, в Википедии ты должен объективно, нейтрально, значит, независимо все подавать, а вот на сайте русских, там такой же вики-движок, такие же статьи, но ты там можешь, это самое, вот русским патриотизмом заниматься и продвигать эту точку зрения, так вот, и там вопросы русской истории очень качественно и подробно рассмотрены, как в Википедии, в Википедии нельзя. Так, Сергей, давай покороче, потому что у нас еще есть вопросы. Как раз разница словарных статей английской и русской Википедии, да и итальянской, например, если речь идет об искусстве. Если мы сравним статью об одних и тех же персоналиях, даже персоналиях даже, то будут разночтения, понятно, что каждый со своей колокольни судит. Считаю прекрасным материалом для анализа, как, собственно, так и студентов, но вот вопрос, а почему авторы правки русских статей на них не ссылаются, не пользуются, не анализируют? По-моему, ссылаются, пользуются и анализируют. Если там без доказательного утверждения, то их надо оспаривать, это запрещено. Это по факту есть, но это запрещено без доказательного утверждения. Видите, без доказательного утверждения, идите разбирайтесь с этим. Нельзя. Надо все обосновывать, ссылками на их, на авторитетные точки, на авторитетные. Никакие попала на авторитеты. Так и кипятятят, так и все. Могут ли ученики, особенно старшие, проводить работу по поиску ваших детей? Еще как. И это будет развивать их мышление, личность. Будет делать человека очень умным и очень подготовленным к жизни, к дальнейшему сроку и будущему. Да, и где можно строить, можно давать, есть прогрессивные преподаватели в университетах всякие, которые зачеты ставят на википедии, например, или за какие-то методики. Я уже говорил, да, можно скачать, может быть, Павел, там, какие-нибудь ссылки потом соберем. Вот Андрей Крижановский. А так вот просто надо посмотреть Андрея Крижановского. Да, да, вот он там будет рассказывать. Именно это, именно это. Как википедию можно... И Андрей Крижановский, и Александр Наумов. Да, да, вот это самый лучший в России, ректор, лучше, чем Садовничевым. Самый умный, самый крутой. Александр Наумов, ректор Костромского. Низкий ему поклон, большое спасибо, конференцию он принял в Костроме, организовал в 2015 году. Я летал на меня на самолете, там 24. Если бы Википедия была полностью демократическая, разве не избирался бы круг ее правления? А так, владелец сайта Американская некоммерческая организация Фонд Википедия, а из 10 членов правления сама Вики дает только два имени. Эти члены правления несут техническую функцию обеспечения инфраструктуры и не влияют на контент, не решают, решают сообщество. Эти люди не решают, эти люди просто там, хозяйственные. Короткий вопрос, блин. Вот, хороший, правильный, короткий ответ. Так, вот тут нам похвальба, отличный формат сегодняшнего вебинара, поздравляю, спасибо за удовольствие. Следующий вопрос или реплика. Открытая энциклопедия с закрытыми учредителями. Ну, я так понимаю, это продолжение... Да, отвечено. За великих русских... За великих русских обидно, потому что... А вот это, видимо, какой-то контекст, который я не уловил. Да, 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 либеральная точка зрения, так называемая, во многих из статей там, квазит. Вот на Украине, да, на Украине хорошо понимают значимость важных Википедии, в данном случае на украинском языке, для национального самосознания, для, значит, всего украинского, значит, народа, для украинского государства, поэтому они через Википедию, через украинскую очень сильно давят на мозг, значит, людям. И потом про украинскую Википедию. Кто знает украинский язык, прочитает украинскую Википедию, вы увидите, такая она гораздо более кривая, чем русская Википедия. Ну, что, друзья, мы исчерпали вопросы, мы не уложились в регламент, ну что ж поделать. Я хотел бы упомянуть, что сертификаты всем выданы, их можно, ну вот, в примычном месте, вот здесь я указал, где их можно приобрести. Вот, прошу прощения, у нас сегодня впервые был такой формат, если он у нас немножко был сумбурным, я за это прошу прощения, ну, будем дальше совершенствоваться как-то. Я слышу, что журналист не говорящий, я не умею говорить. Следующий раз позовем тебя писать. В интернете, я считаю, что я сейчас в Википедии. Спасибо, кстати, еще раз Владимиру Перепелице, который писал, писал и писал в чате и ответил на много вопросов, без него было бы сложно. Я скидал, и, видишь, это имело положительные, положительные... Отлично. Сергей, огромное спасибо. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Запись будет, как я уже сказал, через два дня. Мы ее положим, как всегда, на YouTube и еще, видимо, на... Вики... Клад. Господи, я знаю, как это называется. Да, на Викивклад. Воговы надо конвестируй, потому что там... Это я знаю, да. Вот, ну что ж, всем спасибо. Не все высидели, не все 160 человек, 170 высидели до конца, но... Сложная тема, сложная, не смутная вообще, и это самое, замороченная тема, да. Не каждый. 98%. Павел Олегович, я позову, вот тут просьба. Кстати, можно ссылки, которые вы писали? Сергей, я тогда тебя позову в нашу группу, где мы проводили опрос, и ты там, пожалуйста, те ссылки... Вот, и тогда там мы все ссылки... Да, да, и вот надежда на то, что, вот я говорю, википедисты, другие, вот, владельцы, что-то перепелиться, помогут мне. Не на одном мне все держится, да, а на сообществе. Вот они, википедисты, пришли и помогают. Вот они участвуют, кроме меня, да. Не один я, а все делают общее дело. Википедия — это общее дело. Всех людей. Да, как сказали бы русские православные люди, википедия — это дело соборное. Именно так, совершенно верно, да. Собор, вот этот, Вечи, Вечи. Сначала Вечи, потом Собор. А наруси, наруси. Вот это вот Вечи, это вот Вечи и Собор. Ну что ж. Да, это вот оно и Вечи. Хорошо, ну что ж, друзья, будем тогда заказывать. Я думаю, что мы еще не раз встретимся с википедистами у нас в Директ Академии. Сегодня получилось интересно. Я надеюсь, я надеюсь. Приходите еще. Я болтливый, я болтливый. Мы будем приглашать еще интересных википедистов. Но, тем не менее, мы к чему-то пришли, на какие-то вопросы ответили. Сергей, огромное спасибо. В разных местах, которые... Вот есть в Фейсбуке, пожалуйста, подписывайтесь на страницу Фейсбука Русской Википедии, она есть в ВКонтакте, есть. Да, кстати, Сергей есть в Фейсбуке, зовите его в друзья и в случае чего спрашивайте. Это сбору, даже спамеров не делите. Поэтому, как бы, запросы к друзьям... Я сейчас не смотрю, хоть контроля. Но я имел в виду страницу Вовской Википедии в Фейсбуке. facebook.com slash russian.wikipedia Можно на нее подписываться, на эту страницу. И там новости сообщества. Друзья, всем спасибо. До новых встреч в Директ Академии. Сергей, огромное спасибо. Еще встретимся. Давай. Так, а мне...